Всем огромный привет и рада видеть вас на своем канале. Мой никнейм на YouTube Ванила Мария пишется с тремя веками L и без пробелов. А сегодня мы с вами говорим о косметике. И у меня будет мега антикризисное видео, потому что на самом деле сейчас косметика стоит просто безбожно дорого. И я честно иногда не понимаю за что, за что они хотят такие деньги. И это еще более приятным делает следующий момент, когда вы среди бюджетной косметики можете найти какие-то реально крутые продукты, которые становятся для вас must have. И честно говоря, я с косметикой чистая линия до этого видео, до того как получилось протестировать их продукцию, я была знакома очень-очень посредственно. Потому что я пробовала в принципе только их нашумевший скраб с абрикосовыми косточками. Все. Но это мое знание продукции этой линии, мое знание в принципе там, что это за марка, что она себе представляет. Кроме там, наши шампуни сделаны на натуральных отварах трав, я больше вот вообще ничего не знала. И каково же мое было удивление, во-первых, когда мне ее предложили на обзор, я думаю, ну, наверное, чистую линию и так покупают. И без моего обзора, и все знают, что там. Но мне стало интересно, потому что действительно в таком количестве чистая линия в моем доме никогда не хранилась, никогда не появлялась. И честно, я была удивлена, я положительно приятно удивлена, это как бы мягко сказано. У меня появились мои любимчики, мои мастхэва продукты, которые постоянно должны быть в моей квартире, в моем душе. Есть продукты, которые, ну, не зацепили, не понравились, но во всем по порядку. Итак, начнем мы, наверное, с мастхэвов, моих просто продуктов, которые я влюбилась. Есть несколько продуктов, которые действительно очень бюджетные, но они шикарные, они просто крутые. Они за свои деньги выполняют все на 300%, и я уже покупаю новые покупки, так как это у меня закончилось. Это несколько прям вот моих мастхэвов, мастхэвов, с которыми я вас познакомлю. У меня уже все близкие, родные, подруги, все в курсе, что мне нравятся эти продукты, как они мне нравятся. И я уже всем советую, и это на самом деле была у нас такая шутка, что я терпярщик чистой линии покупать это, это и это. Потому что продукты безумно крутые, мне безумно понравились, и я с вами хотела бы им поделиться. Прежде всего, это дезодорант. Да, это дезодорант. Фитодезодорант, защита белых следов, ромашка, жасмин, отвар пяти трав, да, как я и сказала вначале. Я была права, там есть отвар трав. Антиперспирант. Здесь не содержится спирт и парабенов, они утверждают здесь 100% природные компоненты. По поводу составов, я сейчас не буду говорить чистой линии, это безумно натурально, все там вообще классно, там ромашечка и так далее. Составы я вообще не буду трогать, это обычные нормальные составы, как и вся косметика, нет там особо ничего прям гипернатурального. Экстракты трав есть в каком-то количестве, есть масла. Но вот именно какой-то момент, там разбора состава, я не хочу учинять здесь в своем видео, потому что для меня на самом деле в большинстве случаев важно, как продукт работает. А потом уже с чем он состоит, есть там вредные или невредные компоненты. Классно, если их нет, то есть классно, что нет спирта и парабенов, действительно. Но за другие компоненты, что там прям 100% природные ингредиенты, я не буду говорить. Что касается дезодоранта, во-первых, у него бомбическая просто парфюмерная композиция, она очень нежная, очень легкая, классная. Пахнет цветами, свежими цветами, классный дезодорант, очень крутой. Во-первых, он у меня долго держится, его в смысле он долго хватает. И он, да, он действительно работает с утра и до вечера, мне это нравится. Действительно не оставляет белых следов, не портит одежду, не оставляет ни белых, ни желтых, никаких следов на одежде, что мне действительно нравится. В принципе, он по текстуре вот своей, вот этой вот, он очень легкий, поэтому мне комфортно с ним, при этом он защищает весь день. У него действительно очень крутая парфюмерная композиция, классная душка, поэтому мне все нравится, мне он подошел и прям вот люблю, обожаю. Единственное, что я заметила, что косметику чистой линии можно найти в любом там ларьке, в любом улыбке радуги, в ленте и так далее. Но дезодорант чистой линии, вот вообще проблема какая-то. Если вы где-то видели эти дезодоранты, обязательно напишите мне в комментариях, где их найти, потому что я уже прям нервничаю. Я не знаю, где мне найти дезодорант чистой линии, я уже в окей искала, я искала в улыбке радуги, в магнит косметикс, косметик, и нигде нет. Я прям в печали, мне надо, мне срочно надо снова этот дезодорант. Следующий продукт, который мне не меньше понравился, который летом прям вот актуальный сейчас для меня, это гель свежий для ног. Он обладает эффектом снятия усталости, охлаждает, тонизирует с мятой и медуницей на основе фито-чая. Здесь 75 мл, стандартный этот крем, ну в принципе хватило на достаточно приличное время, то есть на месяц лет мне хватило точно. При участии, что я пользовалась не одна, у меня еще мама любитель, пользуется им. Я сначала как-то так спокойна, ну я в принципе не заметила от него эффекта поначалу, у меня заметила больше мама. То есть видимо ей когда было более актуально, я заметила вот в жару, когда стало потеплее, я поняла, что он действительно работает, он действительно охлаждает, он действительно успокаивает ножки, убирает чувство тяжести, вот тогда да. И больше всего я заметила, когда я сменила средство, то есть я купила сейчас другой крем для ухода за ножками, и я поняла, что вот не хватает ни то, не работает так же. По сути, вот когда вы его наносите, вам просто становится легче, вам кажется, что вы не ходили целый день в обуви, особенно в обуви на каблуке, а вам кажется, что ну нормальные ноги, я сегодня и не устала, но вот когда вы меняете на другой средство для ухода за ногами, сразу вы чувствуете прям вот разницу, что нету этого чувства легкости, нету вот этого комфорта, при этом он очень быстро впитывается, он гелеобразный все-таки больше, запах ненавязчивый, вот такими легкими травками. Классный крем, действительно очень хорошо вот именно тонизирует ноги, убирает чувство тяжести, мне безумно нравилось, при этом нет вот этого дурного, прям жуткого охлаждения, которое вот просто морозит и раздражает меня, потому что я мерзлячий человек, мне вот как раз таки нельзя перебарщивать, и вот самое то, идеальный крем. Следующий продукт, он прям вот, вот это прям уже закончилась вторая упаковка, и сегодня, я надеюсь, мы купим третью, это срываем кондиционер для тела. Кондиционеры для тела появились не так давно на рынке, первые это были, по-моему, Невея, всем они не нравились, потому что, помимо того, чтобы себя потом отмыть и почувствовать какое-то увлажнение на коже, нужно потом отмыть всю ванну, потому что там все жирно, липко, неприятно, и можно к нам поскользнуться. Здесь средство, во-первых, оно с клубниками и медальным молочком, оно потрясно пахнет. В принципе, в чистой линии либо пахнет травой ненавязчиво, либо пахнет классно. Вот это второе средство, которое пахнет классно, прям вот шикарный запах, очень приятный, химозной клубничкой, но мне нравится. Очень приятный сладкий запах, но он тоже такой непритерный, неудушающий, просто сладкий, приятный. Само средство очень приятного, приятной консистенции, оно такое не гелеобразное, оно такое кремо-гелеобразное, но при этом как взбитое. Текстура очень классная, легко наносит, распределяется по телу, смываете, и действительно кожа комфортно. На лето вообще самое то, мне увлажнения хватает, если у меня, допустим, кожа на ногах более сухая, в принципе, сама по себе, я добавляю какое-то увлажняющее средство, у меня увлажняющий гель сейчас для ног есть. И самое главное, вот прям за что обожаю и люблю это средство, на самом деле, обожаю его и люблю за то, что он действительно увлажняет, и оно приятно пахнет, вкусно, это за то, что не надо отмывать ванну. Ванна не жирная, вообще ничего на ванне не остается, при этом у вас увлажненная кожа. Если вы торопитесь, все это занимает просто буквально минуту, нанести средство, смыть, и все уже готово, можете вытеряться, собираться, одеваться и идти. Удобно летом использовать, крутой продукт, и действительно, мы сейчас уже почти закончили вот эту упаковку, и покупаем новую, прям вот бомба, а не средство. Единственное, что здесь 200 мл действительно при ежедневном использовании уходит очень быстро, но стоит оно там 100 с чем-то рублей, поэтому мы готовы, мы готовы тратить на это средство, потому что оно крутое. Последнее средство из прям так любимчиков моих, это мицеллярная вода, 3 в 1, цветочная, она снимает макияж, успокаивает, очищает от токсинов, здесь 100% натуральная основа, там все как положено, не щиплет глаза, они обещают, действительно, глаза не щиплет, она как вот действительно водичка-водичка, хорошо смывает макияж, прям хорошо. Если прям вы переусердствовали, у вас какие-то черные смотки, еще что-то, придется, да, потратить больше времени на снятие макияжа, но она снимет все, по большому счету. У меня не было пока макияжа, стрелки все снимает, любые стрелки она снимает. Не было у меня пока макияжа какого-то дико тяжелого и сложного, чтобы она не справилась. Все-таки так или иначе она смывает все. И, господи, чистая линия, они услышали мои молитвы, потому что этот объем здесь 100 мл, это удобно в поездку, допустим, или это удобно, если на даче у вас или еще где-то стоит, вот такая небольшая упаковка, не занимает много места, но это неудобно, если у вас стоит это в ванной, и вы этим пользуетесь каждый день, потому что, ну, реально 100 мл у нас ушло, ну, там, буквально за неделю, за неделю, за две. Неудобно постоянно помнить, что у меня заканчивается мицеллярная вода, надо в пятницу ее себе купить. Поэтому они выпустили в большом объеме, и, слава тебе, господи, я возьму себе эту большую бадью, поставлю, и буду смывать макияж, потому что вода классная, бюджетная, очень хорошо смывает макияж, и действительно не раздражает глаза, за что ей огромное спасибо. На этом закончились мои прям мастхэвы и любимчики, дальше расскажу вам о продуктах, которые, в принципе, понравились, которые также зацепили, скажем так, но в меньшей степени. Это вот такая вот пара, это крем для теломоделирующий, скраб массажный эффект, то есть я их использовала в паре, они тоже у меня уже практически на исходе. И я весной-летом, если можно называть наше лето именно так, озадачилась тем, что нужно привести свое филе и начать в порядок, и как-то вот эти два продукта как раз-таки мне в этом и помогали. То есть скраб, ну скраб, он в принципе, у меня такое чувство, что заливают его из той же, как сказать, В общем, то же самое, что и скраб с абрикосовыми косточками, они даже не отрицают, потому что здесь заявлены косточки абрикоса, значит, на 96% кожа более упругая, эластичная, гладкая. Скраб нормальный, единственное, что если прям совсем натирать-натирать кожу, вот эти вот маленькие скрабирующие косточки, они, конечно, могут травмировать кожу, но в целом, в целом нормально, хорошо скраб кожу полировал, подготавливал к дальнейшему уходу. Следующий продукт это вот крем для тела, как раз мой моделирующий эффект. У него легкий, ненавязчивый, охлаждающий эффект, если бы у нас действительно было нормальное лето, он бы прям вот идеально вписался и был бы в тему, но, к сожалению, это не так, поэтому приходится использовать его по вечерам. Классный, крутой крем, действительно, он хорошо ухаживает за кожей. Я почувствовала, что кожа, она стала, ну, более приятная, более напитанная. Сказать, что он прям вот убрал весь целлюлит, действительно, там, за 7 дней минус 2,5 сантиметра. Но давайте мы будем реалистами. Если вы кушаете тортики на ночь, значит, вы будете толстеть. Если вы не будете кушать тортики на ночь, вы не будете толстеть, если вы еще будете заниматься. То есть, этот крем, это хорошо, если вы занимаетесь спортом, если вы делаете массажи, если вы правильно питаетесь. Он будет работать, действительно, и кожа будет улучшаться и так далее. Если вы не делаете первые три пункта, вы можете вымазать на себя тон любого крема, и этого в том числе ничего не поможет. Поэтому, как уходовый продукт за кожей тела, да, действительно работает, хорошо увлажняет, делает кожу плотнее, более упругой, красивой. Но в комплексе с физическими упражнениями, с правильным питанием и с массажами. Потому что без этого ничего вам не поможет. Следующий продукт тоже так. В принципе, понравился, но восторгов не вызвал. Это лосьон-тоник ухаживающий, с лепестками розы, для сухочувствительной кожи. Тоник нормальный. Мне он нравится. Вообще, я его вот сейчас привезла с дачи, обратно туда увезу. Там я его использую. Он действительно увлажняет кожу. Он дарит ей комфорт после умывания. Но я просто отвыкла вот от этих жидких тоников. Мне нравятся более такие корейские варианты. Когда вот это как желе или как что-то такое более густое. Здесь же все-таки это водичка. И мне как-то, ну, не знаю, вот просто хочется чего-то другого. Но сам по себе тоник без моих вот этих вот корейских замашек, если я так можно назвать. Сам по себе тоник классный. Оно действительно как-то сразу кожу оживляет, увлажняет, работает неплохо. Объем также 100 мл. Можно взять спокойно с собой в поездку или использовать, как я, на даче. Следующие два продукта не вызвали у меня восторгов, зато вызвали восторги у моей мамы. Это два продукта. Это шампунь и интенсивная фитомаска из линейки для ухода за окрашенными волосами. Сеяние цвета. Здесь у меня с клевером шампунь. Фитоптерапия, здоровые волосы. Здесь у меня фитомаска тоже с клевером для окрашенных и милированных волос. Видимо, эффект за минуту. Вот от этого средства, от шампуня. У меня мама просто в восторге. Она идеально промывает ее волосы. Они у нее шикарные, блестят. Все классно. Ей больше ничего не надо. Я просто, ну нормальный шампунь, хорошо промывает волосы. Он нормально пенится. Он не вызывает дискомфорта кожи головы. Он не усиливает выделение кожного сала. То есть волосы быстрее не пачкаются. Самое главное, он хорошо их промывает. Приятно пахнет. Все. И здесь 250 миллилитров. Он достаточно экономический. У меня мама вот прям в восторге от их шампуней. Потому что сначала мы попробовали вот этот с клевером. Сейчас я приехала на дачу. У нее там еще фитобаня этот же шампунь. Он, правда, пахнет очень так. Специфически прям вот как на любителя. Он пахнет более насыщенно, чем этот. Но она прям вот тащится. Это ее тема. И что касается маски. Обычная масс-маркетовская маска. Ни больше, ни меньше. То есть абсолютно нормальная маска. Которая, видимо, эффект дает. Лечение, конечно, она никакого не дает. Но тут эффект за одну минуту. В общем-то, если вы просто нанесете ее. Если вам надо, чтобы волосы хорошо лежали. Хорошо выглядели на один вечер. Да, она вам это даст эффект. Она не вылечит волосы. Но она убирает, как-то сглаживает сухие кончики. Видимый эффект она дает. Ну, то есть, обычно такая маска. Здесь 200 мл. Достаточно экономичная она все-таки. Тоже такой ненавязчивый запах у нее травяной. То есть, в принципе, в тандеме эти средства неплохи, но восторгов не вызывают. И следующие два продукта, которые мне не пошли, не подошли. Один продукт я не поняла. Второй продукт утяжеляет мои волосы. Мне не совсем подходит. Но, опять-таки, маме понравилось. Что касается вот как раз-таки воздушной пенки для укладки волос, здесь объем от корней. У меня эта пенка не совсем пошла. То есть, она действительно дает объем, видимый объем. Но она, к сожалению, волосы пачкает очень быстро. Мне это не нравится. На каждый день я это не использую. Если мне надо, чтобы у меня волосы прям вот стояли, чтобы у меня был объем, я использую это средство. Просто если я знаю, что сегодня вечером мне нужен этот объем, а завтра я спокойно помою голову, да, в этом случае я использую эту пенку. У моей мамы этого эффекта почему-то нет. У нее все нормально, идеально. У нее прям это вообще прекрасная пенка пошла. Ей не нравится. Я думаю, что, скорее всего, я не буду каких-то особых случаев ждать. Все этим средством я просто отдам его маме и пусть человек радуется, если ей действительно подходит. Второе средство я не поняла. Может быть, пока не поняла. Может, я к нему не норовлюсь. Может быть, это просто не мое. Это легкий лак для укладки волос с термозащитой. Здесь нормальная фиксация. Кстати говоря, в первую четверку была сильная фиксация. Здесь нормальная фиксация. Это средство, которое вы наносите перед укладкой. Оно, по сути, как укладочный спрей. То есть, оно должно помогать держать форму, которую вы придаете волосам. Оно должно защищать от вредного воздействия фена, утюжков и всего остального. Помимо этого, они заявляют природный фильтр солнцезащитный. Поэтому, но я не поняла, что у меня тоже как-то это средство... То есть, я фиксации не заметила. Я не поняла, как оно работает, чего оно работает. Как-то оно мне просто утяжелило волосы. И все. Я не поняла вообще. Может быть, я не так как-то наносила или еще что-то. Если вы вдруг знакомы с этим средством, если оно у вас на волосах работает, то обязательно пишите мне в комментариях, как его использовать. Потому что у меня такое чувство, что я что-то делаю не так. Что у меня что-то неправильно. Поэтому обязательно напишите, если вдруг вы сталкиваетесь. И это все подходит к концу. Этот огромный обзор антикризисный на чистую линию. Я честно рада. Рада, что я протестировала так много косметики одной марки. У меня получилось сделать такой монобрендовый обзор. Это бюджетная марка. И я надеюсь, что я сэкономлю кому-то деньги. Во-первых, кто-то, возможно, пойдет по моим стопам, возьмет какие-то продукты для себя. И вам они тоже понравятся. Мне было приятно найти действительно бюджетные продукты, которые мне понравились. Которые я теперь покупаю. Которые для меня действительно мастхевные. И они стоят просто копейки. И это классно, я считаю. Вот, поэтому... Если видео было для вас полезным, интересным, ставьте, пожалуйста, пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно видеть своих новых подписчиков. Подписывайтесь на меня в инстаграме, чтобы знать больше обо мне, как о человеке, чем же я живу каждый день, помимо канала. И все. Всех вас люблю. Целую. До скорой встречи в следующем видео. Пока-пока. Пока.